Мы должны быть все культурные, педагоги должны быть грамотные, принимать участие в педагогических конкурсах. Старшее поколение, ветераны, никто не забываем, наставничество в обязательном порядке. Это идеальное видение образовательного процесса. С помощью ярких картинок из журналов его можно представить быстро и красиво. На деле это сложный процесс. Над стратегией развития системы образования Одинцовского округа кропотливо работают 12 команд из 12 школ округа. Мы определяем свои миссии, ценности, цели, к которым мы хотим прийти, и другие аспекты, вот той самой концепции развития образовательного кластера, которая позволит нам стать лидерами в образовании. Стать лучшим, как минимум, на уровне региона, как максимум в стране. За круглыми столами с одной общей целью собрались педагоги, родители и ученики. Мы хотим, чтобы наши дети были успешными, целеустремленными, счастливыми, чтобы они были здоровыми и психически, и физически, чтобы они были патриотами своей страны. Вот это все, в принципе, ложится в любую модель выпускника. Образование кадетского класса, создание единого медиапространства, развитие профильного обучения. Это лишь некоторые проекты. У каждой школы свои запросы. За счет того, что нет помещений, мало помещений. Дети не могут сейчас развиваться так, как развивались мы. Им этого очень не хватает. Не хватает педагогов. Самые юные и главные участники педагогической сессии – школьники. Именно их мнение легло в основу каждой концепции. Чтобы у нас была зона отдыха, побольше свободного времени, где мы можем отдохнуть, место, где мы можем отдохнуть. Добавить интерактивности больше. У нас в последнее время началась практика образовательных квестов. В процессе обучения мы проводили игру специальную для учеников других школ. Руководителями проекта выступили глава Одинцовского округа и проректор по развитию МГИМО. Андрей Иванов выслушал предложение всех команд. Порекомендовал не забывать о главном. Напоминаю, что мы говорим с вами о детях, о том, что им нужно, как они хотят развиваться. Наша основная задача – услышать все в цепочку, сортировать наши ресурсы, и силами, средствами выстроить полноценную образовательную работу. Со своей стороны глава муниципалитета заверил, что для развития проектов в образовательной сфере будет оказана любая посильная помощь и поддержка. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.